Всем привет! С вами Владимир Алексеевич. Сегодня я вам расскажу о том, какие проверки нужно сделать и настройки поставить на радарах при приёмке в авто. Первым делом вы проверяете, чтобы на двух радарах были разные шкалы обзора, применительно к вашим обстоятельствам и условиям. Далее проверяйте стабилизацию арпы, чтобы она стояла по воде. Вот тут это меняется. Разные радары, конечно, существуют. Сейчас стоят две оси по воде, то есть по лагу. Можно поставить по GPS. Почему всегда требуют ставить по воде? Потому что если на суда будет воздействовать течение, вектор движения по грунту будет отличен от вектора движения по воде. Но так как оба судна едут по воде и движутся вместе с массами воды, вместе с течением, вектора могут сильно разниться, что мешает навигации. Более того, это опасно для навигации, потому что вектор по воде, к примеру, покажет вам, что вы расходитесь в одной миле, а вектор по грунту покажет, что вы расходитесь в нули кабельтовых. Поэтому это очень важно. Далее, если вы используете шкалы малого обзора, ну, 6 миль, будем считать это шкалой малого обзора, мы должны держать радар на шорт-палсе. Если же вы поставите лонг-палс, в принципе, ничего не изменится, добавятся помехи. Вот как тут, к примеру. И также супер-мелкие цели не будут видны. Особенно это касается радара X-Band. Далее, проверяем, чтобы настройки мощности Грейн были оптимальными. Море. Вы должны заглушить море так, чтобы мелкие цели не пропадали. Ну, либо же, вот, сейчас я полностью уберу Рейн, так как у меня C и так убран. В общем, можно убрать до такой степени, чтобы кольцо где-то в полмиле, CPA ваше, было в помехах, в шумах. Это вам не помешает в навигации. Но если же будет вот такое вот пятно, как у меня сейчас, то это уже вредит навигации. Так делать нельзя. Это надо делать в том случае, если у вас нет рядом мелких судов, и вы не можете проверить, будет ли заглушен сигнал, либо же нет. Далее, мы должны проверить, чтобы трейлсы. Это паст трек. Это вот эта вот синяя штучка. Хвостики целей. Вот. Это трейлс называется. Спросил нашего палубного кадета, он не знал, что такое трейлс. Я был удивлен. В общем, смотрим, чтобы трейлсы были true, а вектора были relative. Это даст нам легко понять, без клацания кнопочек true и relative вектор, какое истинное движение цели, и как пройдет цель относительно нас. Также, если вы используете S-Band, он обычно хуже бьет мелкие цели, поэтому лучше включать Enense On. Enense – это как бы усиление сигнала отраженного. Вот, к примеру, тут появляется точечка сейчас. Там впереди рыбачок мелкий. Сейчас он отбивается плохо. Если я его захвачу, он начнет отбиваться лучше. Это благодаря функции как раз Enense. Далее мы проверяем, чтобы наше кольцо CPA и TCPA стояло согласно политике компании и условиям плавания. К примеру, в открытом океане, в открытых морях, CPA у нас должно быть 2 мили. TCPA – 15 минут для всех условий. Далее нужно проверить, чтобы наш хейдинг совпадал с хейдингом на репитере. Скорость. Тут стоит скорость по лагу, значит, вы должны посмотреть скорость по лагу. Если тут будет стоять граунд, смотрите по GPS. Значения обязательно должны сходиться. Координаты проверяйте, чтобы сходились с GPS. Вот.